Партнеры проекта Первый городской дачник, сеть магазинов Светофор, база стройпилматериалов Доска Почета и гипермаркет Мегаспорт на Ленина 134. Всем привет! С вами самый летний яркий проект нашего телеканала Первый городской дачник. Второй сезон. И я его ведущая Оля Бакина. В этом месяце мы очень хотим подарить вам классные садовые качели. И если вы хотите их получить абсолютно бесплатно, то следите за нашими новостями. Совсем скоро все расскажу. Ну что, мы начинаем! Друзья, сюда по секрету всему свету о самом важном. Конечно же, об условиях участия в нашем телепроекте. Для того, чтобы стать претендентом на звание Первый городской дачник июня, нужно взять в руки ваше мобильное устройство. Включайте режим записи, а потом очень и очень прошу вас перевернуть ваш телефон горизонтально, потому что так вы получаетесь гораздо лучше. Ну а потом снимайте все, что вашей душе угодно и отправляйте скорее видео нам. Пока я жду ваших видеообзоров, давайте уже познакомимся с шестой участницей, которую зовут Елена. Субтитры сделал DimaTorzok Свежий урожай, яркие цветы, а может быть просто ваши дачные развлечения. Это ли не повод для того, чтобы взять в руки ваше мобильное устройство и начать снимать видео для нас? Пишите, отправляйте, снимайте, мы хотим рассказать о вас всему городу. Ну а сейчас время нашей любимой рубрики, где двое из ларца, Антон и Илья, вновь приготовили для вас бюджетный и очень-очень крутой лайфхак. Наконец-то снова привет! Илья Кошкин, Антон Данченко. Мы опять пробрались к кому-то на дачу, но сегодня мы будем здесь творить. Мы будем сегодня делать подставку-сушилку для обуви, которая есть у каждого на даче. Как обычно, мы нашли две доски на даче. Так. Пару реек, ну точнее брусков. Реек брусков? Реек брусков. Это рейки бруски. Брускорейки. Рускобрейки. Ты готов? Я готов, а ты? Я как всегда готов. Приступаем. Итак, Антон, ты занимаешься брусками? Я занимаюсь каркасом. Антон, для каркаса все готово. Итак, пока Антон пилит, приступаем к сборке каркаса. В нашей подставке будет полка для обуви и сама сушилка. Сейчас мы собираем именно полку, то есть каркас. Каркас это у тебя. У меня тут еще каркас. Сегодня, как вы понимаете, по неправильной конструкции мы собрали так себе скамейку. Но, а это еще не все? Это еще не все. Если сделать вот так. Вот такая вот очень простая и полезная сушилка для обуви у нас получилась. Самое главное, опять же, Антон, все очень дешево. Мы ни копейки не потратили на сушилку. А еще на тебе сидит жук. Давай испытывать. Есть обувь еще? Есть. Илья Кошкин. Антон Данченко. Пока-пока. Правда, нормально получилось. Молодые люди, подвиньтесь, пожалуйста, в стороночку. Спасибо. Я же говорил, полезные. Кстати, мои хорошие, если вдруг у вас тоже есть варианты дачных лайфхаков, то отправляйте их нам в нашу группу ВКонтакте. Ну, а мои ребята попытаются их реализовать. Своей дачей уже прямо сейчас очень хочет похвастаться Валентина Чарухина. Валентина, ждем с нетерпением. Вот здесь у нас выход в огород из дома. Веранда, которую мы делали сами. Здесь мы чаевничаем. Муж эту веранду делал. Я ему помогала только вырезать оленей. Около этой веранды у нас находятся качели. Качели, которые муж сам тоже делал. Оставочки из капкорня. Двичий виноград обивает. Под качели у нас из камня. Вот такая змея. С правой и с левой стороны клеточки для того, чтобы вились приматисы, завивались наверх. Альпийская горка, на которой поместились у нас собственноручно сделанные гномики. Гномики сидят. На Альпийской горке растут разновидности почвопокровных. Маленькие елочки. Вот такие совсем маленькие. Пушистые. Все камни обросли уже почвопокровниками. Позвольте вам напомнить, чем больше необычных и ярких видео вы нам отправите, тем больше шансов в конце июня забрать нашу крутую качель. Меня часто спрашивают, о чем снимать видео. Друзья, ограничений нет совсем. Вот, например, вы шли-шли и увидели красивый ковер из клевера. Так вот, присаживайтесь на него поудобнее и скорее снимайте нам свое видео. Ну а сейчас, пока я немножечко поваляюсь, давайте перейдем к нашей постоянной рубрике «Азбука дачника». Для того, чтобы было о чем поговорить с бабулей. Интродукция растений, перенос сортов растений из одних районов в другие, где ранее этот сорт не выращивался. Инсектициды – химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых. Керамзит – обожженные комочки глины, применяются как дренаж, а также в качестве субстракта при гидропонной культуре. Корнеплод – сильно разросшийся главный корень растения вместе с нижней частью стебля, употребляют в пищу. Кольцевание – удаление коры кольцом вокруг побега ветви путем надрезания ножом или плотной обвязки проволокой в целях прекращения оттока пластических веществ из части растения, расположенной выше обвязки, для побуждения его к плодоношению, для ускорения созревания ягод, увеличения их размера. Мозаика – изменение растительного пигмента в листьях, вследствие чего они приобретают особую расплывчатую пятнистость. Пятна главным образом желтоватые, но встречаются и разные оттенки зеленых, желтых и белых цветов. Вызываются вирусами. Мульча – слой рыхлого материала, например, торфа, компоста или опилок, которые раскладывают на поверхности почвы для сохранения влаги и предохранения от сорняков. Впереди у нас столько интересного, чтобы на все хватило сил, давайте немножечко передохнем. Предлагаю прерваться на очень интересную и полезную рекламу. Я совсем скоро к вам вернусь. Зеленый свет низким ценам. Совершайте выгодные покупки в магазинах «Светофор». Выбирайте свой из 19 магазинов по Кировской области, а также заказывайте доставку продуктов в интернет-магазине во Вконтакте. «Светофор» – место, где можно найти все. Приглашаются к сотрудничеству оптовики. Дачный сезон уже открыт, а это значит, что пора обновлять садовый инвентарь. В магазине «Хост-Сити» большой выбор товаров для сада и огорода. «Хост-Сити» «Щерса 75В». Доска почета – это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах все от рейки до строганных изделий из дерева, а также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почета – телефон 457010. Велосипедов много. Лучшие в мегаспорте. Рассрочка. Всем привет! С вами «Первый городской дачник». Место, где мы выбираем лучшего садовода июня и дарим этому человеку офигенную садовую качель. Для того, чтобы принять участие, снимайте видео-обзор по своей даче и отправляйте нам. Ну, а в первой половине нашего выпуска мы уже познакомились с двумя очаровательными участницами, а также подтянули дачный сленг. Ну, а наш познавательно-развлекательный проект «Первый городской дачник» между прочим, продлится до конца сентября, поэтому даже не думайте убирать в сторону свой мобильный телефон. И снимайте, снимайте все, что видите вокруг себя на вашей даче. Ну, а у нас впереди очень вкусная рубрика, где наш дачный повар Антон Данченко как всегда приготовил для вас что-то невероятное. Антон, удивляй. Привет! Меня зовут Антон Данченко. Сегодня мы с вами снова будем готовить. Готовить будем, кстати, на открытом огне, что очень важно, поскольку я считаю, что на открытом огне еда получается вкуснее. А готовить мы с вами будем пельмени с шампиньонами. Размораживать их не обязательно. Самое важное сковородку приготовить, поставить ее на огонь и закинуть туда пельмени. Собственно говоря, что я сейчас и сделаю. Что очень важно, пельмени нужно жарить до золотистой корочки, периодически их помешивая. Огонь ведь тут не убавить. Пока наши красавчики жарятся, я приготовлю соус. Готовить мы его сегодня будем из шампиньонов, сметаны, сыра, ну и других специй. Как я уже говорил, нарезаем лук. Лук можно нарезать как вам хочется, как вам удобно, как вам угодно. Сегодня я буду использовать тертый сыр, сметану, зелень, немножечко приправ и специй. Кстати, в магазине я нашел специальную приправу для пельменей, и поэтому сегодня ее попробую. Я, конечно, небольшой любитель роллов и суши, но вот соевый соус люблю очень сильно, поэтому его также решил добавить в сегодняшнее блюдо. К нашим пельмешкам добавляем совсем чуть-чуть воды. Ну и осталось, конечно же, самое сложное дождаться готовности. Ждем! Очень простое, сытное и вкусное блюдо у меня получилось буквально за 20 минут. Для себя я, конечно, приготовил полную пачку пельменей, но в целом можно ее разделить со своим близким или другом. Ингредиенты сейчас появятся на экране, ну а я с вами прощаюсь. Меня зовут Антон Данченко. Пока-пока! Дача это не только место, где нужно заниматься прополкой и сбором урожая, но место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Так, собственно, и делает наша следующая участница Галина Федосимова. Я пока пойду поплаваю, а вы посмотрите на Галину и ее дочку. Всем привет! Дачный тур по усадьбе Джи Федосимова. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас в мой сад Боровинка посмотреть, как я здесь работаю и отдыхаю. Пожалуйста! Знаменитое дерево! Начинаем нашу экскурсию знаменитого нашего дерева, в котором мы загадываем желание. Бросаем чайный пакетик и загадываем желание. Раз, два, три! Опа! Переходим в зоне отдыха. Мангал, качай, беседка, внуки. Зона отдыха. Картофельное поле. Русадничек. Перцем сладким. Тут моя петельничка. С правой стороны помидорки. Здесь грибки, перец, баклажаны, салат мои огурцы. Здесь тоже помидорки классная полиночка. Вот у нас тут венечки. Полетели, париться. ремонтантная клубника. Соседка. Не ремонтантная, обычная. Классный навозник, на котором посажены кабачки. Кабачки в навознике. Находка. У нас очень хорошая грядка из пивных бутылок. Заборчик сделан. Это земляничка. Земляничка, кстати, плодоносит у тебя раза по три за лето, минимум, мне кажется. А все лето плодоносит? Все лето. Нет, жасмин. Жасмин, хорошо. Жасмин. Ты прекрасна. Каблепиха, лучезарная. На этом посадки закончились. Ох, друзья мои, и если вы думали, что на этом все, то это абсолютно не так. Еще одна претендентка на звание лучшего садовода июня готова вступить в бой. Оксана Ощепкова. Вперед, Оксана! Вперед! Всем привет! Меня зовут Оксана, мне 31. Я живу в Кирове и у меня нет своей дачи. Тем не менее, есть место, в котором я могу реализовать себя как садовод. Это моя лоджия. Здесь 30 комнатных цветов. И помимо них еще есть например мята. Это авокадо, который я вырастила из косточки. Это дуб, также выращен из желуди. Но это еще не все. Сейчас мы с вами пойдем высаживать петуни. мост. Это покупала этих цветов где-то в апреле. продавец в магазине сказал, что они не вырастут, потому что поздно. Это все неправда. вот собственно мой дом обычный многоквартирный дом. А это моя клумба. Здесь все еще маленькая, но я надеюсь, что скоро уже вырастет. ну что, я высадила цветы вот здесь, здесь и вот здесь. Уже все полила, осталось дождаться, куда это все прекрасно зацветет. Вообще я занимаюсь этой клумбой с прошлого года и сейчас на ней около 15 видов растений однолетних и многолетних и в моих планах еще перекопать вот эту заднюю часть и засеять ее луговыми травами. Одна очень уважаемая мноя женщина сказала очень правильную вещь. Можно годами ждать подходящих условий, а можно делать то, что нравится прямо сейчас. Конечно, я бы хотела иметь дом за городом, большой участок, где я могу посадить все, что мне угодно. Но сейчас есть клумба у дома и оформление ее приносит мне огромное удовольствие. Поэтому не ждите шанса, не ждите идеальных условий, не ждите подходящее время. Делайте пространство вокруг себя и вместе с тем город лучше. Спасибо, что досмотрели. Ну, а на этом у нас все. Я уже с нетерпением жду новую порцию ваших видеообзоров. Если вы вдруг все еще не знаете, о чем снимать, то позовите в гости друзей и вместе весело проведите время на вашей даче. А может быть, вы позовете в гости нас, мы не против. Ну, что же, друзья, увидимся в 2020 во вторник на Первом городском канале. Это был проект Первый городской дачник и Оля и Оля Бакина. Пока! У-ху!